Смотрите сегодня в программе накануне. 440 тонн пара в час на уральской стали запустили новые котлы среднего давления. Образование, медицина, спорт. Губернатор Оренбургской области, руководство металлоинвеста и глава Новотроицка посетили объекты, реконструированные в этом году по программе социально-экономического партнерства. Атмосфера праздника в каждом цехе на уральской стали подвели итоги творческих конкурсов, приуроченных к Новому году. Путь от начала большой стройки до запуска двух современных котлов на уральской стали преодолели за два с небольшим года. Разделить радость торжественного момента в Новотроицк приехали первые лица компании и региона. Мощный энергетический комплекс способен суммарно производить 440 тонн пара в час. Он будет обеспечивать потребности не только комбината, но и жилых кварталов Новотроицка в паре необходимого качества. Новые котлы – это, конечно, уверенность в завтрашнем дне с точки зрения надежности по теплоснабжению города. А если говорить про сотрудничество, нет никаких нерешенных и невыполненных задач друг у друга и обязательств. Я хотел огромное сказать спасибо всем металлургам, уральской стали и, конечно же, управляющей компанией «Металл Инвест». Надеюсь, не только речь вам за совместную работу. Год заканчивается абсолютно справедливо и нужно сказать вам всем спасибо. На модернизацию первых объектов теплоэлектроцентрали комбината, к слову, первую масштабную за 70 лет, «Металл Инвест» направил более 3 миллиардов рублей. Главная инвестиция – во внедрение передовых технологических решений. Новые котлы среднего давления повысят энергоэффективность производства уральской стали и уменьшат выбросы парниковых газов. Это один из крупнейших инвестпроектов, которые сейчас реализуются на предприятии. «Буквально через 4 дня мы ожидаем запуск доменной печи номер 2. Утром сегодня был в цеху, там полным ходом идет подготовка к запуску. В следующем году запустим доменную печь номер 3. Это все современная технология, одни из самых сегодня современных печей в мире. Это вот только то, что в ближайшие годы будет происходить на уральской стали». Котлы работают на природном, коксовом и доменном газах. С их вводом объем производства тепловой энергии вырос вдвое. «Современные котлы – это детище, которое мы давно ждали. По техническим характеристикам котлы, которые сегодня пошли в растопку, они по паропроизводительности намного выше – 160 и 220. Общая паропроизводительность двух котлов – 440 тонн. Пара в час можем производить очень надежное и качественное оборудование». На следующем этапе реновации ТЭЦ предстоит проектирование и строительство турбогенератора среднего давления мощностью до 60 мегаватт, который будет работать в связке с новыми котлами. В перспективе предполагается последовательная замена пяти котлов высокого давления, турбогенераторов и воздушных компрессоров. От модернизации производственной инфраструктуры к комфортной городской среде после торжественного запуска новых котлов ТЭЦ на Уральской стали губернатор Оренбургской области, руководители «Металлоинвеста» и глава Новотроицка посетили объекты, которые в этом году попали в программу социально-экономического партнерства. Первая гимназия, уже открывшая двери для своих воспитанников, встретила гостей короткой праздничной программой. Новый год, Новый год, близко сега симпатик, Новый год, Новый год, всем подарки, всем подружки отпускать, Новый год, никуда мы не хотим. Светлые коридоры и аудитории – современная внутренняя отделка и начинка в виде новейших инженерных систем. Только часть изменений, которые претерпела старейшая школа Новотроицка. Гимназия номер один обрела новый облик снаружи, включая прилегающую территорию, при этом не растеряв своей архитектурной особенности. Доля финансового участия «Металлоинвеста» в масштабной реконструкции составила 97 миллионов рублей. Спасибо и правительству Оренбургской области. Конечно, УК «Металлоинвест», потому что только вместе с вами, при поддержке нашей администрации, вместе с педагогическим коллективом, вместе с детьми мы приобрели такой замечательный подарок. Для города это, ну, пока это одно из лучших образовательных учреждений. Следующая остановка – поликлиника номер два больницы скорой медицинской помощи. Медучреждение – объект особого внимания «Металлоинвеста», как и сфера здравоохранения в целом. В этом году компания оказала беспрецедентную помощь медикам города и области в борьбе с пандемией. «Хочется поблагодарить «Металлоинвест» не только за то, что предоставили деньги на ремонт, но и совсем недавно они приобрели, компания «Металлоинвест» и «Уральская сталь», приобрели новый рентгеновский аппарат, который к нам пришел неделю назад. Мы его установим и, как мы говорили, перенесем с третьего этажа, что было очень неудобно для наших жителей, перенесли рентгеновский кабинет на первый этаж». Годы сотрудничества «Металлоинвеста» с областной и местной властью – это целая череда исторических изменений в облике города. Реконструкция значимых объектов, социальная сфера, культурное развитие. Работа, которая не прекращается, а только набирает обороты и расширяет свои границы, подчеркнул генеральный директор компании Назим Эфендиев. «Мы очень имеем стройную и понятную философию. Нам нужно здравоохранение в городе, чтобы поддерживать, здравоохранение и спорт, скажем так, чтобы поддерживать наше тело в хорошем состоянии. Нам нужна культура, чтобы наша душа не чествела. Мы для этого будем ремонтировать лейш-культуру. Мы будем сюда продолжать привозить артистов, лучших московских, питерских, театральных коллективов, музыкантов. Ум, образование. Будем продолжать развивать и поддерживать образование. У нас есть планы на следующий год. Мы сегодня с Венисом Владимировичем сядем, обсудим программу, конкретные проекты социально-экономического партёрства». Завершили маршрут в бассейне «Волна». Этот объект после нескольких этапов реконструкции за счёт средств «Металлоинвеста» запущен в эксплуатацию и доступен для тренировок спортсменов, а также для проведения соревнований. То, что было запланировано на 2020 год в рамках трёхстороннего соглашения в социально-экономическом партнёрстве, успешно реализовано. На будущее у региона, муниципалитета и «Металлоинвеста» приоритеты остаются прежними – это формирование комфортной городской среды, поддержка здравоохранения, образования, культуры, спорта и развитие социальной инфраструктуры. Преобразования, которые начались на предприятиях «Металлоинвеста» около двух лет назад, сегодня затрагивают практически все технологические процессы. Создана активная среда, в которой вовлечённые сотрудники влияют в целом на жизнь компании и корпоративную культуру. На следующем этапе менеджеры «Металлоинвеста» вырабатывают новый курс бизнес-системы. В мотивации сотрудников должна быть не только материальная составляющая, но и идейная. Осознание каждым работникам необходимости непрерывных улучшений – залог благополучия персонала, предприятия и компании. Нам нужно создать с вами такую работу совместную, коллективную, чтобы все понимали, что для выполнения цели здесь не будет кто-то единый, ответственный, ответственный весь коллектив. И вот задача сейчас – создать спрос на этот инструментарий, о котором два года рассказывали и привлекали навигаторов, и дальше уже заниматься на каждом процессе, на каждой процедуре, на каждой операции улучшениями и устранять потери. Еще одно новшество на пути преобразования бизнес-системы – ранжирование сотрудников по компетенциям. Компания выпустила положение по сертификации. Ее смогут пройти не только навигаторы, но и все вовлеченные сотрудники – участники непрерывных операционных улучшений. Результативность работы каждого теперь закрепит документ – сертификат. Он очертит круг кандидатов на повышение в должности. Сертификация будет проходить ежеквартально. Департамент развития бизнес-системы представил алгоритм получения сертификата для каждого из трех уровней. Если у сотрудника есть сертификат, он его получил, он сдал, прошел все испытания, задания выполнил, подтвердил свою результативность, то мы от вертикали развития бизнес-системы говорим, что данный сотрудник готов к назначению на повышение на кадровом комитете в срок менее 12 месяцев. Мы предлагаем принять участие в сертификации, попробовать свои силы. Пусть даже если у вас и не получится, вы не получите никакой сертификат, вы, по крайней мере, будете понимать, где у вас зона для улучшения. Это будет как раз в личных ваших целях задача стремиться улучшить свои компетенции и развиваться. Останется неизменным формат оценки предложений металлургов и горняков. На ежемесячно проводимых техсоветах проекты «Фабрики идей» получают оценки специалистов. Сегодня Департамент по развитию бизнес-системы вырабатывает ряд рекомендаций для повышения качества предложений, которые коллективы выносят на техсоветы. Технический совет – это незаменимая часть жизни любого металлургического предприятия. На техническом совете обсуждаются актуальные вопросы текущего состояния комбината, а также перспективные вопросы. Технический совет позволяет решать такие задачи, как, в первую очередь, снижение затрат, задачу развития предприятия, вовлечение молодых специалистов, молодых инженеров, привлечение их к управлению предприятием, раскрытие своего потенциала. После внесения изменений бизнес-система продолжит выявлять и поддерживать активных и целеустремленных сотрудников, формировать кадровый резерв, менять подход к планированию, управлению производством, человеческими взаимоотношениями на местах и повышать эффективность производства. В 2021 году металлургов и горняков «Металлоинвеста» ждет непростая, но интересная работа, связанная с большими системными улучшениями. Фантазия металлургов не знает границ. В этом еще раз убедились представители комиссии творческих конкурсов, которые на Уральской стали провели в преддверии Нового года. Подразделения комбината соревновались в креативности и умении создавать атмосферу праздника вокруг себя. В этот раз им предложили сделать фотозону в новогодней тематике и смастерить фигуру-символ года. Подготовка к творческому конкурсу для активистов механического цеха Уральской стали началась еще осенью. Победа прошлого года вдохновила их на новые свершения. Идея Галины Кузнецовой оказалась космической в прямом смысле. Реализовать ее в жизнь помогал дружный коллектив. Изготовлением космических и не только объектов занимались, оставаясь после смены. 2021 год знаменательный для космоса. Мы решили немножко отступить от всех правил и сделать что-то неординарное, что-то очень интересное. Хотим освоить, так сказать, пусть мысленно, но может быть все-таки когда-нибудь мы можем освоить космос, сможем там жить, работать. Обычные коробки в творческих руках превратились в космическую сказку. Результатом кропотливого труда стала вот такая площадка. Тема космоса и роботизации здесь раскрыта по максимуму. Конкурсная комиссия по достоинству отсоединила работу коллектива. Еще один цех, который может по праву гордиться своей площадкой – фасонолитейный. Модельщики этого подразделения в конкурсе на создание самой необычной фигуры символа года участвуют впервые. Подготовки подошли со всей ответственностью. Чтобы создать объемную фигуру быка, не жалели ни сил, ни времени. Для воплощения задумки было создано больше 140 трафаретов. Сам же материал, из которого изготавливали объекты для новогодней площадки, брали из отходов производства. Мы увидели, что утилизируется много отходов и приняли решение, что можно обработать эти отходы и использовать их повторно. Посмотрите вот на это. Это элемент, который в дальнейшем перерастет внешне. Таких элементов в нашей фигуре будет порядком 200-250 штук. Изначально, когда мы задумали, что у нас будет, мы до последнего не верили, осуществим мы или нет. В конкурсах на лучшую фотозону и самый оригинальный символ года в этом году приняли участие 26 подразделений уральской стали. И каждому было чем удивить представителей комиссии. В этом году структурные подразделения превзошли все ожидания. Мы в очередной раз убедились, какие талантливые и творческие люди трудятся у нас на предприятии. С какими мыслями креативными они подошли к осуществлению своих идей. Насколько была продумана концепция оформления новогодних фотозон. Какие были использованы разнообразные материалы. Это и дерево, и металл, и резина, и пенопласт, и бумага. Настолько интересные и яркие работы в каждом структурном подразделении. Праздничная атмосфера царит повсюду. Это очень радует. И хочется верить, что изготовленные с любовью и заботой символы года станут настоящими талисманами в каждом структурном подразделении. И подарят счастье, удачу, процветание нашей компании и каждому сотруднику в отдельности. Наивысшую оценку за лучшее оформление фотозоны получили сотрудники управления железнодорожного транспорта. А самым оригинальным символом года признали работу, выполненную активистами фасона литейного цеха, фигурку быка из сотен кусочков. Победители конкурса получат денежные премии.